Представьте безупречный Wi-Fi, он добивает даже на улицу, стабильно держится через железобетон, не обрывается когда иду или поднимаюсь, вещает на десятки и даже сотни метров и почти не замечает стен. Такие сети правда существуют и создаются они на основе Wi-Fi Mesh систем. Причем это не какие-то нанотехнологии только для предприятий и типа того. Это вполне доступная штука, которая помогает решить проблему с Wi-Fi как в больших квартирах, так и домах, где одному роутеру очень тяжело. Сегодня на примере TP-Link Deco E4 потестим, как это работает, какие преимущества дает и какие недостатки скрывает. Бонусом еще сравним два скоростных роутера – TP-Link Archer C6 и C50, а после я расскажу, как выиграть эту Mesh-систему. Хотя зачем тянуть? Можете прямо сейчас поставить лайк под видео, подписаться на канал и оставить коммент со ссылкой на свою соцсеть для связи – все, больше делать ничего не нужно. Итоги подведем на нашем телеграм-канале. Пожалуй, с роутеров и начну. Оба относятся к классу AC1200 и поддерживают два диапазона – 2,4 и 5 ГГц. На первой частоте они в теории берут скорость до 300 Мбит, а на второй – до 867. Из этой пары более навороченный Archer C6. Во-первых, у него гигабитные порты, которые позволят подключить соответствующий высокоскоростной интернет или создать такую же проводную сеть. У C50 поддерживается максимум 100 Мбит, что в 10 раз меньше. Во-вторых, у старшего есть технология MuMima для одновременного общения с двумя устройствами, например, смартфоном и игровым ноутбуком. Простой роутер вещает одним потоком, то есть отправляет всем по чуть-чуть и по очереди, из-за чего появляются задержки и падение скорости. С Mima C6 вещает двум устройствам одновременно в два потока и без постоянного прерывания, поэтому скорости гораздо выше. Главное, помним, что тот же смартфон и ноутбук тоже должны поддерживать эту технологию. И наконец, в-третьих, Archer C6 вознаградили пятой внутренней антенной, которая, судя по офсайту, улучшает качество сигнала до 40%. Вот это и проверим сразу после настройки. К слову, сложного в этом ничего нет. При входе в веб-интерфейс сразу запускается мастер быстрой настройки, запрашивает данные провайдера, потом тут же предлагает настроить две вайфай сети на разных диапазонах и в общем-то все, можно пользоваться. Хотя, если нужно еще заморочиться, настроить гостевую сеть, тонко поправить вайфай или может включить родительский контроль, пожалуйста, все инструменты есть. Очень круто, что также есть приложение для смартфона TP-Link Tether, тут не так много настроек, как в веб-интерфейсе, зато они очень простые и понятные. Думаю, самой ходовой опцией будет тот же родительский контроль. Включаешь, отмечаешь всю технику ребенка и можешь установить очень гибкий график, прямо часик в это время, часик тут и так все сутки распланировать. Очень удобно. А после установки времени можно и сайтами заняться, добавить только разрешенные. Как по мне, это проще, чем самой рыть весь интернет и, наоборот, вписывать запрещенные. Это, наверное, и невозможно все их найти. А так кинуло ютуб, твич, соцсети и уже немного спокойней. Приложение Арчера C6 в общем такое же, только почему-то у него сайты нужно добавлять не разрешенные, а наоборот запрещенные. Как и говорила, это муторно. Основное отличие, есть вкладка для подключения голосового помощника Алекса и крутого мышап-сервиса IFTTT. Если вкратце, то последний позволяет автоматизировать огромное множество придуманных вами сценариев в сети. Например, можно сделать так, что все фотографии, на которых вас отметили в Facebook, автоматически копировались в отдельную папку фотоальбом, доступную только вам. Это так, навскидку, команды можно придумывать абсолютно разные или выбирать уже готовые и подвязывать их к десяткам сервисов и каналов. Итак, что у роутеров со скоростями и сколько стен они пробивают? Напоминаю, что у Арчер C6 на одну внутреннюю антенну больше. Посмотрим, даст ли это лучший сигнал. Рядом с источниками Wi-Fi скорости ожидаемо одинаковые. Около 50 мегабит на 2,4 ГГц и 90 на 5. Одну толстую несущую стену из железобетона, оба достаточно легко осиливают, тут ожидаемо проседает только 5 ГГц из-за меньшей проникающей способности. Видео, где мы рассказываем, почему так происходит, сейчас вылезло подсказкой. Усложняю дальше, ухожу за еще одну стену, обычную перегородку и даже тут оба роутера показывают вполне сносную скорость, которой хватит для одного-двух устройств, например, чтобы YouTube в Full HD посмотреть. Тут уже видно, что скорость загрузки у старшего Арчера немного выше. И вот самая жесть, несущая стена и две перегородки. Все, 5 ГГц сеть сюда уже не добивает, а C50 выдает мизерную скорость в 4 мегабита, которой толком не хватает даже чтобы серфить в браузере. А вот C6 действительно тащит, у него в три раза больше, 14 мегабит. Так что да, с дополнительной антенной скорости выше. С другой стороны, этого все равно мало, чтобы нормально смотреть видео онлайн даже в 720p. Что делать в такой ситуации и с такой планировкой? В большинстве случаев эта проблема решилась бы простым переездом роутера куда-нибудь в центр жилища, но не в тех условиях, где тестила я. В некоторых местах Wi-Fi встречает несущая стена под углом, а это примерно полтора метра железобетона. Я знаю, у кого-то уже тянется рука насыпать мне в комментариях список роутеров, которые смогут. Но даже если так, скорости просядут под плинтус. Для таких сложных условий и созданы Wi-Fi-меш системы. Что это такое? Это группа узлов, их может быть два, пять, хоть пятьдесят. К одному подключаете интернет-кабель, он создает Wi-Fi-сеть и передает ее дальше вот на этот узел, этот тоже передает ее и так далее. Причем каждый узел в этой системе равноправный, а сеть одна, поэтому ваш смартфон видит ее как бесшовную. Так все звучит в теории, а что на практике? Розетка, кабель, изи настройка на смартфоне, розетка, меш готов. Запустила спид-тест и вот то, что нужно. В самой дальней точке, куда одинокие роутеры доставали уже из последних сил, меш выдает 76 мегабит. Не 4 или 14, а 76. Причем сеть покрыла реально каждый уголок, где бы не тестила, было от 50 до 90 мегабит. Результат очень классный, осталось только проверить бесшовность сети и тут меня ждал фейл. Должно быть так, я созваниваюсь по вайберу или ватсапу, спокойно иду с одного конца квартиры в другой, а колонны автоматически передают эстафету друг другу и связь не обрывается. В отличии от тех же репитеров. Но как бы медленно я не ходила, на секунду-две подключение отпадало, а связь обрывалась. Лично я звоню через мессенджеры ну очень редко и даже если так, то из комнаты в комнату не бегаю, но раз должно быть без обрывов вообще, то пишем этот нюанс в недостатке. В остальном проблем у меня не было. В каждой комнате появился очень стабильный и быстрый интернет, которого хватало не только на один смартфон в дальних точках, как с сингл роутером, а еще на 4-5 устройств. Хотя сравнивать мэш с роутерами все-таки некорректно, это чуть другой класс. У них всего два порта, да и такого количества настроек нет. Все взаимодействие через приложение на смартфоне, опции здесь примерно те же. Есть родительский контроль. TP-Link еще обещает к дополнительному режиму точки доступа добавить возможность превратить эту колонну в усилитель Wi-Fi, когда вы просто добавляете ее одну к уже установленному старому роутеру и получаете такое же классное покрытие, но с обновлением функция пока не прилетела, наверное появится позже. Итого TP-Link AC1200 Deco E4 это простая и понятная мэш-система для тех, кому нужно покрыть Wi-Fi сетью большие площади с лабиринтами стен. Минус у нее один. Не знаю, то ли это новая прошивка лагает, то ли так сделано, но если ходить из одного конца дома в другой, то сеть на секунду-две пропадает. Она тут же сама восстанавливается и если в этот момент не говорить по вайберу, то можно и не заметить. В остальном я осталась довольна. В дальних комнатах скорость Wi-Fi выросла в 5-6 раз с 14 мегабит до 76. Система устанавливается быстро, просто и удобно мониторится в приложении на смартфоне. Пишите, какую скорость через пару стен показывает ваш роутер и хватает ли его, чтобы в каждом уголке дома можно было как минимум ютуб смотреть в 1080. Если видео понравилось и в самом начале не поставили лайк, то сделайте это сейчас. Также не забываем про подписку и коммент со ссылкой на свою страницу в соцсети. Жмите колокол и заходите в наш телеграм-канал, узнать техно-новости, поулыбаться с мемов и найти себя победителем, выигравшим мэш-систему TP-Link. Пока!